Никакой монархии никогда в Казахстане не будут, никакие мои дочери моими советниками никогда не будут, и никакой наследственности в Казахстане не будет. Будет все, как написано в Конституции. Ребята, еще раз всем привет. Сегодня 2 сентября, и Касым Жамар Такаев представил к Сенату парламента новую кандидатуру в председателе этой палаты парламента Дарьи Гу. И, в принципе, глава администрации Кушарбаев и представил от имени Такаева. И было тайное голосование. Можно сказать, это тайное голосование что-то решает. Они все там голосовали, как там сказали, сверху. И прошла, конечно, Дарьи Гу. Она стала опять председателем Сената парламента. Вообще, кто не знает, вот так я рассуждаю по поводу того, что такое наш Сенат. Это САБЕС, это скамейка для пенсионеров, это сидят там те депутаты и получают от наших налогов высокие зарплаты за то, что они имеют какие-то заслуги перед администрацией президента. А может быть, они еще и пригодятся, как бы скамейка для запасных. Но так или иначе, Дарьи Гу поблагодарила всех, кто ее избрал. А кто ее избрал? Все те, кто там сидит в Сенате. И сказала, что будет работать во благо Родины. Вот. Ну, конечно, это и многоходовочки. То, как у нас власть распределяется, даже может Каспаров позавидовать. Ну, это я так шутя говорю. А на самом деле ничего, в принципе, сложного нет. Открытое, можно сказать, возрпакция власти происходит. Вот и все. То, что сейчас произошло, в принципе, сегодня, это транзитная должность. То, что она сейчас, председатель Сената, это транзитная должность. И завтра, если Такаев соберет свои манатки и по причине болезни покинет пост, то Дарьи Га в соответствии с Конституцией займет его место. Она почти одну ногу уже задрала на этот сутчик. Одним местом уже сидит там. В принципе, это вопрос лишь времени. Ну и далее, как ситуация будет распределяться. Я так думаю, что, согласно Конституции, если она займет должность Такаева в будущем, то остаточный срок президентства она имеет право находиться. И за это время она будет и попытается набрать очки перед обществом, хоть какое-то уважение. Хотя, наверное, все вы задаетесь вопросом, а какие заслуги она вообще имеет перед обществом, государством, чтобы даже быть депутатом парламента. Кроме как то, что она является дочкой Назарбаева. И вот у меня сейчас мысль такая возникла, что сегодняшнее послание Такаева это всего лишь такая домовая завеса, чтобы отвлечь внимание общества от того, что ее опять избрали в качестве председателя Сената и что ей уже почти ничего не мешает, чтобы занять пост президентства. Ну вот я, в принципе, разговариваю со своими знакомыми, гражданскими активистами, как они относятся к тому, что Дарига может стать президентом в Казахстане. И отрицательно. Хотя есть какая-то категория людей, их немного, и эта категория людей становится все меньше и меньше, который считает, что все-таки Дарига это стабильность, это мир. Зачем кто-то другой, да? Но у них, они говорят из ящиков, у них нет самостоятельного мышления, это зомбированные люди, мне так кажется. И вот наша задача свободных людей, которые хотят жить в нормальной стране, переубедить этих оставшихся. И тогда все. Но имейте в виду, что власть, она направит огромные ресурсы для того, чтобы нанять гражданских... Она будет делать гражданских активистов, блогеров, фейковые партии, фейковые те или иные общественные организации, профсоюзы, которые будут петь за то, что Дарига это благо для Казахстана. Будут большие средства направлены на это, чтобы нас переубедить в том, что Дарига это благо. Ну а мы, как свободные граждане, будем говорить о том, что и переубеждать свое окружение, что какое это благо. Какие она вообще имеет застуги перед нами всеми, чтобы быть даже депутатом парламента, да? Вот. А тут в президенты ее, потому что там ее папа захотел, что необходимо сохранить все то, что они за эти 30 лет от этого Казахстана поимели. Сохранить, приумножить опять еще, ну и чтобы еще дальше править, да? Как бы. И здесь, конечно, недоумение у многих. А почему она опять? Ну, потому что мы молчим. Вот почему. Потому что политической ситуации кризис у нас. Кризис доверия. И понятно дело, что если там Дарига будет обещать там что-то, какие-то реформы, ну, конечно, это будет, мне кажется, очередные хитрые ходы, обещания, потому что эти реформы, если они будут настоящие в Казахстане, эти реформы, их же и снесут, ну, вот эту семейку, старую власть. Потому что много вопросов всплывет, так или иначе. И здесь, получается, если не реформа, тогда другая крайность будет. Это репрессии. А чтобы закрыть эти репрессии какими-то домовыми завесами, отвлекать общество, будут какие-то хитрые шаги, забалтывание, как всегда, из пустого порожья будут говорить, что-то там обсуждать. И вот как сегодня такая выступает с посланием, по поводу, я буду разрешать, я даю команду, чтобы разрешали митинги, типа того, как ты можешь давать команду, чтобы разрешали митинги. Есть конституция, которая дает нам право на проведение митингов. Тут не требуется ваше разрешение, президент. Как бы, конституция, законно, должна работать, причем тут вы. А вот он отвлекает таким образом. И вот пастульчик убьет, то есть по столу, типа, усиление, наказание за там, сексуальный разрад, еще что-то, за преступление, если это ОПГ, там, типа того. идет чисто вот забалтывание. На самом деле происходит просто-напросто, я так понял, отключение внимания общества от того, что произошло на самом деле и то, что будет влиять на будущее наше, на будущее нашей страны. Произошло назначение дорогие на полосу председателя Сената вот и все, вот что произошло. В общем, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно подискутировать на эту тему. Ну, а кому ролик понравился, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока. Пока.